Сегодня весь свет означает День театра. Это не только профессийное свято актеров, режиссеров, гримеров, костюмеров и работников сцены, но и особенный день для прихильников этого мастерства. Про то, как работают и развиваются театры Гомельской области, расскажет Ганна Корольчук. Сейчас в Гомельской области работают четыре государственные театральные установки, самый авторитетный областный драматический театр. В Снежной он будет святковать свое 80-е годы. В тот же час пройдет и традиционный международный фестиваль «Славянские театральные встречи». У початку саковика коллективу проставил премьеру, комедию «Французская вечера». А у крысовика глядачу чекает наступное – спектакль «Тот», «Иншая» и «Майор». В планах суместный проект сдержал той инспекции. Выездная дитячая каска вырытывает Михаила Светлофоровича. Насыщенно изъявляется и гастрольная деятельность театра. 10 апреля открываются гастроли в Витебске. Мы везем туда премьеру нашу, нынешнюю, французский ужин. Везем изобретательную влюбленную Лопе де Вега и комедию «Убей меня голубчик». Ну и сказки. Мы в прошлом году были в Витебске. В этом едем. Нас очень хорошо принимают там. У нас всегда полные залы. Гомельский городский молодежный театр робит ставку на вострую и интеллектуальную сучастную драматургию. Ногие спектакли носят экспериментальный характер. С родопошных творческих проектов спектакль «Повятовый лекарь» по оповеданию Франца Кавки. На первые дни постановки коллектив у першиню провел специальную встречу глядачов с режиссером-постановщиком спектакля. Мы решили знакомить зрителей в такой вот камерной форме, небольшое количество людей, заранее записавшихся, то есть смотивированных на посещение этого мероприятия, со спецификой работы над спектаклем. Потому что зритель, когда приходит на спектакль, он видит уже конечный продукт. А за каждым спектаклем стоит огромный труд большого количества людей. Зараз коллектив театра находится у Могилеве на международном театральном форуме «Март Контакт», где представляет так званный кухонный боевик «Королева Прыгажостя». А в мае артисты приступят до подрихтовки сатиричной постановки «Урод» по пьесе Маруса фон Майенбурга, которую покажут в липени. Мазырский драматичный театр «Мя Мележа» ввезел власную историю с 1990 года. Меж тем первый драматичный гурток в городе з'явился еще в 1913-м. Своё профессиональное свято артисты театра сустракают премьеры спектакля «Матти» по пьесе чешского драматурга Карела Чапика. Патриотичный спектакль рассказывает историю женщины, которая подчас войны губляет мужа и детей. Они з'являются до героиню в образе привидов. У кульминационный момент перед Матти возникает выбор – це отправлять самого молодшего сына на войну. Я думаю, что мы давно не обращались к серьезной драматургии, к такой серьезной, в смысле, по жанру и по такому накалу страстей. И мне было очень приятно работать над пьесой. Самыми потребовальными театральными крытиками можно назвать зятей. Тому в Гомельском державном театре «Лялик» до выбора репертуара подыходит вельми отказно. У красавику юных глядачов чекает премьера спектакля «Чаравник изумрудного города». После коллектив приступит до постановки «Каски Андерсона». Театр «Лялик» – это еще и интерактивная пляцовка для детей, где они проявляют в себе творче. Традиционно до сусветных дня театра тут проходит конкурс малюнков и выробов, просвеченных убаченному театре спектаклям. За уделу все отремливают запрошальный квиток на святочный ранечник. Сегодня наша актриса Тамара Осина Горячева получает высшую награду театральную Беларуського союза театральных деятелей. Это приз «Криштальный анелок». Мы ее поздравляем, а также поздравляем еще раз всех коллег, всех зрителей и вообще всех людей, что эксперт, как сказал, весь мир – театр. До речи, напереды Дни свято в Национальном статистичном комитете назвали самые запотребовальные углядача театра «Краины». На четвертом месте – Гомельский областный драматичный театр. В минулом году у им побывали больше, чем 94 тысячи человек.